Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке математики в первом классе. Отгадайте загадки. Чашки три и три постели, стульев тоже три, спа три. И жильцов здесь в самом деле проживают ровно три. Как увидишь, сразу ясно, в гости к ним ходить опасно. Это сказка. Три медведя. Хрю-хрю-хрю. Каких три братца больше волка не боятся, потому что зверь тот хищный не разрушит дом кирпичный. А это сказка. Три поросенка. У него голов немало, языки в них словно жало. О ком идет речь? О змеи Горынычей. Сколько у него голов? Три. Что общего у всех этих героев? Правильно, это все сказочные герои, и их по счету ровно три. Сегодня мы познакомимся с числом 3, узнаем, сколько оно предметов обозначает, и как правильно писать цифру 3. На что похожа цифра 3? Посмотрите. Число 3 – натуральное число, стоит после числа 2 на числовом луче. Чтобы назвать число 3, надо к 2 присчитать 1 единицу. Посмотри на числовой луч и скажи, число 3 больше или меньше числа 2 на сколько? Число 3 больше числа 2 на 1. Число 3 больше или меньше числа 4? Число 3 меньше числа 4. Подумай и назови предыдущее и последующее число числу 3. Назови соседей числа. Правильно, это 2 и 4. Посмотри на картинку. Подумайте, сколько было рыб? Две рыбы. Что изменилось? К ним подплыла еще одна рыба. Сколько стало рыб? Три рыбы. Значит, 2 плюс 1 будет 3. Сколько было шишек? Три. Что изменилось? Одна шишка упала. Сколько осталось шишек? Две. Значит, 3. Отнимаем 1. Будет 2. Сейчас поработаем над составом числа. Три. Три. Это 3 и 0. Значит, к 3 прибавляем 0. Будет 3. Три. Это 2 и 1. Значит, к 2 прибавляем 1. Будет 3. Это 1 и 2. Значит, к 1 прибавляем 2. Будет 3. Запомните, пожалуйста, состав числа. Следующее задание тоже на состав числа. Какие числа надо поселить в домике, чтобы получилось число 3? К 3 нужно прибавить 0. К 2. 1. К 1. 2. К 0. 3. Молодцы. Следующее задание. Сравни. Слева у нас плавает 1 лебедь. Справа у нас плавают 3 лебедя. Значит, 1 будет меньше 3. Слева у нас 2 шишки. Справа у нас 3 шишки. Значит, 2 будет меньше 3. Слева у нас 3 елки. И справа у нас 3 елки. Значит, мы ставим знак. Равно. А сейчас мы с вами рассмотрим, как правильно написать цифру 3. Цифра 3 состоит из верхнего и нижнего малых полуовалов. Начинаем писать цифру немного выше центра клетки. Примерно в той же части клетки, что и цифру 1. Начало написания первого элемента цифры 3 очень похоже на первый элемент цифры 2. Верхний полуовал доводят почти до центра клетки. И не отрывая ручки от бумаги, пишут нижний полуовал. Нижний полуовал немного больше верхнего. Выполняем следующее задание. Задание из рабочей тетради. Допишите строки по образцу. Вначале пропишите цифру 3 в воздухе. А сейчас прописывайте цифру 3 у себя в тетрадях. И выполняем следующее задание. Нарисуйте столько яблок, чтобы их было А больше чем 2 и Б меньше чем 2. Это задание вы выполняете самостоятельно. После того, как выполните задание, отправьте выполненные задания учитель на проверку. А я с вами прощаюсь. Спасибо вам за урок. До свидания.